До критической отметки пока еще далеко, однако погода со среднесуточной температурой 10 градусов может серьезно сказаться на паводковой ситуации. Сейчас идет постоянное увеличение подъема воды. За сутки вода поднялась буквально на 85 сантиметров. По прошлым годам она постепенно по 10, 15, 20 сантиметров, а эта за сутки уже поднялась на 85. Это в связи с тем, что плюсовая температура, идет интенсивное таяние снега и плюс еще сегодня был дождь. Прогноз не очень благоприятный. Опять же будет высокая температура до 16 градусов и также прогнозируются снова осадки в виде дождя. Это сегодня вечером, ночью, утром. То есть однозначно по опыту прошлых лет будет идти подъем воды. С завтрашнего дня будут выставлены посты наблюдения и спасения. Привести их в порядок, проверить готовность техники и оборудования. Такая задача была поставлена перед руководителями предприятий на совещании комиссии по делам ГО и ЧАЭС. Посты будут располагаться на Труеве в зонах ожидаемого подтопления. Это мост по улице Пролетарской, Кустарная площадь, берег реки Труев на улице Садовой. Потом будет пост спасения и наблюдений на улице Красноармейской и на улице Гражданской. Плюс еще резерв сил и средств, который с предприятий будет выделяться. Также в управлении по делам гражданской обороны чрезвычайной ситуации будут на круглосуточном дежурстве находиться два экипажа с моторными лодками. Предотвратить паводок нельзя, но можно минимизировать его последствия. Это задача не только спасателей, но и местных жителей. Паводок ожидается, расслабляться никому не надо. А жителям пока есть время последнее, сегодня, завтра надо будет позаботиться о том, чтобы то имущество, которое может быть затоплено, должно быть расположено выше по уровню. То есть на чердаке сарая, на чердаке жилого дома ценно имущество, документация, бытовая техника должна быть поднята. Это люди, которые проживают в русле реки Труё, в пойме. Затопления у нас были в предыдущие годы, поэтому все знают, им позаботиться о своем имуществе необходимо в обязательном порядке. Все противопаводковые силы и средства будут мобилизованы до тех пор, пока вода не пойдет на убыль. И, судя по прогнозам, произойдет это не скоро. Продолжение следует...